Владимир Рейсин 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 эту тему с темой охраны исторического наследия. Скажем, зверушки, пресловутые на Манежной площади, появились со сносом части ограды Александровского сада. Она и сама была памятником, она была частью памятника всемирного наследия Московской Кремль. Никто за это не ответил. Тогда же было замечено, что зверушки эти создают странное настроение по соседству с могилой неизвестного солдата. Мне кажется, что это тоже надо исправлять. Есть такие вещи, как памятник детям Беслана у церкви Рождества на Стрелке на Солянке. Я понимаю, что это деликатный момент, но художественное решение чудовищное. То есть ждет архитектурный облик Москвы какой-то глобальный переезд, если так можно выразить? Посмотрим. Это зависит от исполнительной власти города. И от нашего мнения. Конечно же. Мнение москвичей будет при этом учитываться? Об этом говорят все последние дни. Хотелось бы, чтобы об этом говорили все последние годы. Вот по поводу как раз депозитария музеев Кремля. Стоит ли его возводить именно на Боровицкой площади, по вашему мнению? И если нет, то где вообще? Действительно вопрос, как далеко назад может вернуться ситуация. Косметический вариант обсуждать детали существующего проекта. Вариант средний, так сказать, заново объявить конкурс. Начать обсуждать устройство Боровицкой площади. И самый радикальный вариант – поискать само место заново. Насколько я помню, недавно Господин Кожин заявил, что можно подумать о другом месте. И здесь взгляд сразу падает на средние торговые ряды на Красной площади. Господин Кожин не понаслышке знает этот адрес. Там производились сносы во внутренних дворах. И Москва здесь ни при чем. Это именно кремлевский проект, который с тех пор в результате общественной критики был отменен. Средние ряды оказались в подвешенном состоянии. Прекрасное место для, на мой взгляд, для музеев Кремля с парадными выставочными залами по фасаду Красной площади вокруг храма Василия Блаженного. И, на мой взгляд, это некоторая экономия средств по сравнению с строительством на Боровицкой площади. Если же говорить о строительстве, действительно правильно было бы начинать конкурс. Сначала и сегодня президент Союза архитекторов Господин Боков сведомо, как сообщает агентство Господина Кузьмина, главного архитектора Москвы, объявил, что такой конкурс будет проводиться заново. И на конкурсной основе все теперь будет решаться. А давайте, на самом деле, вот сейчас перечислим. Вот мы некоторые вещи такие вот уже описали, которые ждут, может быть, ждут какие-то перемены, какие-то перестановки. То есть у нас Манежная площадь, это у нас памятник Петру Первому, это у нас Боровицкая площадь. Что еще можно ожидать в таком шорт-листе? Конечно, гораздо важнее переноса монументов сейчас действительно спасение тех памятников, которые физически находятся под угрозой, и тех городских пространств, как Боровицкая площадь, которые находятся под угрозой. Если выстраивать последовательность, важность вот этих спасательных мер, то на первое место я бы поставил усадьбу князей Шаховских на Большой Никитской улице, 19, которые с прошлого года ломают для строительства большой сцены геликон-оперы. Вот в дни, когда все мы говорим о переменах, ежедневно над этой усадьбой ходит кран. Тем не менее, большая сцена еще не построена, но снесены усадебные корпуса 18 века, уничтожены дворы, их образ, их конфигурация. И ждет сносов лигель в Калашном переулке, дом 16, потому что там у них не умещается коробка сцены. Серьезным знаком перемен послужила бы на самом деле остановка такого строительства, с перспективой реставрационного воссоздания того, что снесено. Почему серьезный? Потому что это городской бюджетный проект. Заказчиком здесь выступает даже не театр, а мэрия. Мэрия вступила в инвестиционные отношения с компанией «Донстрой», которой была отдана на съедение «Хитровская площадь». Помните, минувший зимой был снесен техникум на этом месте, но, как оказалось, не ради того, чтобы вернуть нам площадь, а ради строительства на этом же месте нового бизнес-центра. И все усилия общественности, 12 тысяч подписей, собранных за одну неделю, заявка «Хитровки на охрану в качестве достопримечательного места», принятая, утвержденная заявка «Хитровка памятника», все сейчас идет на смарку, поскольку закулисные специалисты пытаются построить такой предмет охраны, такой градостроительный регламент и такой правовой режим достопримечательного места, чтобы сама площадь, само пятно площади, все-таки не было частью памятника. Это потрясающе. Донстрой вывел техникум в Михалково, и можно благодарить его за это каким-нибудь другим способом. Не торговаться за этажи, а вдалеке от центра Москвы дать ему любую высоту. Третий важнейший проект этого рода – «Детский мир». Сейчас внутри, с прошлой зимы, по крайней мере, когда мы туда проникли и выложили фотографии в интернете, с прошлой зимы там идет абсолютно вандальная операция. Просто кирками, ломами, не знаю чем, разрушают интерьер великого архитектора Душкина. Мы знаем, что есть постановление Лужкова, то самое, по которому «Детский мир» стал памятником. В том же постановлении предмет охраны «Детского мира» был описан как стремящийся к нулю. В него не входят интерьеры. И сейчас, когда «Детский мир» перешел под контроль банка ВТБ, ничего не изменилось. Мы не видим проекта, мы не знаем, есть ли он вообще. Но мы видим оживление настройки. И господин Костин, глава ВТБ, обещал, что оживление начнется в октябре. Мы требуем, чтобы этот проект был обнародован, чтобы всех нас и прессу пустили в «Детский мир». Этот ряд можно продолжать очень долго. Одна только большая ленинградка – это целая цепочка проблем и целая цепочка требований. Потому что жертвой большой ленинградки может стать Тверской виадук, дореволюционный мост в стиле модерн, который намеренно не получил статуса памятника. Москва хотела бы его расширить, а железные дороги приподнять. Потому что существует новый норматив высоты арки над железнодорожным путем. Вместо того, чтобы просто углубить грунт. Дальше на этой же оси Пушкинская площадь, где, помимо прочего, совершенно определенно, никак по-другому быть не может, туннель подрезает аллею Тверского бульвара. А это памятник садово-паркового искусства. Разрушаются памятники археологии, точно существующие на этом месте, такие как фундамент Страстного монастыря. То есть перечень огромный. И главное, существуют десятки и десятки постановлений мэра, в том числе тех, о которых мы еще не знаем, которые могут выстреливать в любой момент, в любой год. То есть они настолько секретны, что... Они не то, чтобы секретны, они отложены. И заложниками этих решений может оказаться новая городская администрация. Она не должна принимать на свою совесть эти решения. Поэтому нужна общая ревизия всех постановлений, касающихся архитектурных решений в историческом центре и касающихся обращения с памятниками Сталины. Мы должны все внимательно еще раз просмотреть. Что касается именно градостроительной политики Москвы, понятно, что нужно сохранять архитектурные ценности, исторические ценности. Нужно еще, тем не менее, как-то городу развиваться, потому что пробки, потому что очень много машин, потому что инфраструктура. Как бы некоторые такие понятия. Как будут сочетаться вот эти, вроде бы, казалось бы, несочетаемые вещи? Вы знаете, независимые эксперты по транспорту, наши друзья, и мы ни разу еще не обнаружили противоречия между задачей сохранения наследия и задачей развития транспорта. Представили они, когда говорили, что эта улица слишком узкая, поэтому мы снесем эту церковь? Это были предлоги. Причин настоящих для конфликта между транспортниками и охранителями наследия нет никаких. Что касается вот этого общего места, о том, что город должен развиваться, ответ здесь тоже предельно простой. Существуют памятники, существуют их территории, на которых по закону запрещена градостроительная деятельность. Если вы видите главного архитектора и подписанные им бумаги на территории памятника, это знак нарушения закона. Ему там вообще нечего делать. Существуют охранные зоны, внешние пояса охраны, в которых градостроительная деятельность разрешена, но ограничена требованием регенерации утраченных элементов исторической среды. И вот когда мы все эти круги и неправильные линии наносим на карту города, объединяем, это называется объединенные охранные зоны, мы обнаруживаем, где же в действительности можно строить. Вот на тех местах, которые остаются свободными от утвержденных территорий памятников, от утвержденных охранных зон, можно строить новое. Так что проблема здесь надуманная. В действительности, это не вопрос такого свободного наброса мнений. Вот мы сейчас кинем черные шары, белые шары, и решим, что здесь мы построим 16 этажей. Все давно отрегулировано законом, его нужно только исполнять. А те строения, которые за это время появились, и против которых выступали, в частности, и вы, ожидать ли их сноса? Ну, это слишком радикальное действие. Архитектуру, конечно, демонтировать сложнее, чем скульптурные произведения. Но ломать не строить. Да, но мы знаем такие прецеденты. Мы знаем, что, например, накануне возведения гостиницы «Россия» был демонтирован каркас восьмой высотки, которая начала было строиться в Заряде. Такие случаи есть, нужно специально, внимательно разобрать и эту сторону дела. Но мне кажется, что начинать можно с малых форм, подобных Манежной площади. Спасибо, Рустам, что ответили на наши вопросы. Посмотрим, что будет творить с обликом нашей столицы уже в новый период. Я напомню, что гостем нашей студии был координатор общественного движения «Архнадзор» Рустам Рахматуллин.